Сквиды. Много сквидов? Очень много сквидов! Всем привет, с вами Диз, и сегодня у нас обзор модов и мод, который просто безбашенный по сути. Ммм, так вот он называется, Крэзит Дерпинас. Он очень связан со сквидами и, во-первых, он наземнеет генерацию мира. Ну, все горы теперь в воде. Водные. И это сделано для того, чтобы там спаунилось побольше сквидов. Мод связан со сквидами. Ммм, сами сквиды теперь, ну, какие-то такие. Какие-то вот такие вот. Ну, вот такие вот, да. И, наверное, белые они сделаны специально. Я включу звуки побольше, подойду к ним, и вы услышите, какие звуки издают эти сквиды. Как раз мод называется Дерп. Вот, и они и говорят Дерп. О, тут у нас даже спаунились экстра Дерпи сквиды. Вот так вот. Попробую заспаунить обычных сквидов. С обычными сквидами творится практически то же самое. Дерпи сквидами творится в воде. Чтобы хоть что-то получать в этом моде, вам нужно зарабатывать очень-очень много вот этих мешочков с чернилами. Вот, чернильных мешков. Эти чернильные мешочки вам очень понадобятся, так как первый предмет, уйдите, который я рассмотрю в этом моде, будет связка этих мешочков. 9 штук. 9 чернильных мешков дадут нам как раз этот предмет. Он нужен много для чего. Например, для блока из сквидов. Блоков сквиденос. Для позолоченных этих самых чернильных мешочков. Для брони из сквидов. Со своим зачарованиями сквиденос 10. Это что-то типа защиты. Но этой защиты будет маловато. И также для призыва вашего специального волчка. Волка сквида. Именно его я сейчас думаю призвать. И чтобы его приручать, вам потребуются как раз-таки эти позолоченные мешочки. Их я тоже возьму. Итак, где-нибудь в сухом месте мы призываем нашего волчка. Вот так он выглядит. Вот такой вот волк сквид. Мы его приручили сразу с первой попытки. И теперь у нас вот такой вот волк. Вот такой вот сквид. Да. Он еще быстро плавает. И следующее, что мы рассмотрим, это другие предметы, которые можно сделать с помощью вот этих вот связок. Это блоки. Из блоков можно сделать свое оружие. Депис вот. С зачарованием деп. Два. Кирку с зачарованием один. Топор с зачарованием тоже один. И лопата с зачарованием тоже один. Я, пожалуй, возьму все, кроме меча. Меч возьму потом. И испробую эти инструменты на деле прямо сейчас. Вот. Вы видите, что происходит? Я не понимаю, что происходит. Что-то, что-то странное. Мы должны его убить. Ясно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. А вот теперь можно взять, собственно, меч. Вот. Ну и вы видели, что эти экстрадиописквид, именно так называются этот тип сквидов, сейчас тупо не выкинули свои чернильные мешочки. Из-за этого неудобно. И вот экстрадиописквид мы уже видели на воде. Экстрадиописквид нападал прямо сейчас на нас. Ну и пока не нападает больше. Я атакую, атакую, атакую монстров. И, 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 и происходит что-то плохое. Вот. Сквиды, которые появлялись, когда я атаковал любого моба, просто мешали мне, и поэтому меня убил свинозомби. Вот такие дела, ребят. Но это еще, конечно, не конец мода. Мод на самом деле очень огромный, и на самом деле классный. Мне он понравился. Сейчас мне только следует найти, где я был в прошлый раз. И я сразу продолжу мод обозревать. Я не нашел нашего предыдущего места, но думаю, и здесь ничего страшного не будет, если мы обозреем мод дальше. Итак, из этих Golden Inky Sec of Doom, ух ты, можно также делать блоки. Golden Block of Squidness, а также Derpy Squid Gun. И так, Derpy Squid Gun позволяет нам спавнить экстра дерпи сквидов. Такие дела. Я беру его в руки, конечно, надо тратиться. И вот дерпи сквиды появляются прямо под нашими ногами. Его можно, кстати, трогать. Ничего не будет. Ммм, куда-то они улетели от меня. Вот, все. Они начали дохнуть сами. Почему-то я на них повлиять как-то не смог. Хорошо. Итак, Golden Block of Squidness позволяет нам сделать портал. Портал в мир сквидов. Ух ты! Ух ты! Вот это сквиды. Вы видели сейчас, что произошло? Они улетели просто. Как ракеты. Ну ладно. Итак, эти блоки позволяют нам построить портал в мир сквидов. Строится, как обычный портал в ад. И... Чтобы поджечь этот портал, нам потребуется также The Derpinator. Который гравдится из ведра и четырех чернильных мешков. Очень дешево. Итак, я строю портал в мир сквидов. Как обычно. Из десяти блоков. И сейчас мы пойдем как раз в их мир. Вот будет интересно. Поджигаем. Эй! Мы его выпиваем нечаянно. Что-то не то. На нас насылаются Некоторые проклятия, Тошнота, Сопротивление, Урону, Слепота, И сквиды. А! Ну да. Оказывается, нам нужен блок у сквидов. Обычный блок сквидов, Который делается из 81 чернильного мешка. Который мы должны положить сюда. Как-то странно. Я думал, это не сработает. Поэтому и даже... Хм. Ну, вот такое вот дело. О, мы перемещаемся в их мир. Загрузка длится довольно долго. Мы появляемся здесь. Вот такой вот мир. Весь из камня. С какими-то большими строениями. Сквид. Фо-де-вин. Какими-то другими острыми. Зелеными сквидами. И... Посмотрим. Ух ты! Вот. Всякие взрывы здесь тоже происходят. Привет, чувак. Ты добрый? Ты злой? Он никакой. Привет, чувак. Они все улетают от нас. Но их можно убить. Этот чувак. Совмещение монстра сквида. И обычного человека. Который нападает просто так. У него есть, как видите, оружие сквидов. Который. С зачарованием дерп 2. И мы можем его убить. И получаем мы с него мясо. Они атакуют нас, кстати, не сильно. Когда мы в алмазной броне. Это радует. Но их тут будет много. Готовьтесь. Это еда. Сырое мясо сквидов. Которое мы можем пожарить. Или сделать что-то типа суши. Каламари. Вот. Жареное, но восстанавливает, конечно, больше. Когда мы, кстати, его едим, нам дается тошнота. На 12 секунд. Это тоже не очень хорошо. Но хотя бы без отравления, что ли. Уже лучше. Думаю, теперь можно сходить в это большое здание. Похоже на тюрьму. Дерпи сквид. Пожалуй, разломаю здесь вход. И посмотрим, что будет внутри. Вот я сейчас копаю. И видите, слева у меня бедрок. Так что это небольшие неудобства вносит. В сбирание. Здесь есть спавнеры каких-то странных, непонятных пока для меня монстров. Скорее всего, я не разглядел. И это обычные монстры сквиды, которые мы уже видели. Или нет. По-моему, это другие монстры. Да, это совсем другие монстры. Это стражники этого здания. Зок я знаю. Стражники сквиды. Но их можно спокойно разрушить, конечно, эти спавнеры. Получить с них опыт, ничего страшного. Если сломать бедрок, то мы увидим внутри губку. А за губкой еще интересное строение, в которое можно упасть сверху. Всюду будут вам встречаться вот эти стражники, которых я еще не видел ни разу. Постараюсь вам их сейчас показать. Это сквид армии реквит. То есть, рекрут армейской сквидовой армии. И сейчас мы посмотрим, как он выглядит. Вот такой вот сквид. Какой-то он даже не сквид, он очень странный. Ну, думаю, и забьет меня за пару минут. Нет. Его атака такая же, как и у того сквидмена. На самом деле, его зовут сквидмена. То есть, человека-сквида. Но, конечно, они бьют быстро. И, как видите, они спавнятся стаями. Потому что спавнеры дофигища. И поэтому они забьют вас быстро. Также они дропают мясо, конечно. Которого у меня уже навалом. И которая стакается всего по 5 штук. Странно сделали. По 5 штук стакать мясо. Но это в то же время довольно интересно. Этот данж многоуровневый. И здесь мы видим какие-то странные блоки-губки. Gold, Solace, Tattoo, Peace. Это какие-то пьедесталы. Также мы можем здесь найти вот этот блок. В который мы можем всунуть ключики. Ключиков существует много штук. И эта штука, по идее, должна открыться. Нужен здесь был Solace Unsigned Key. Это значит, что для каждого данжа примерно нужны разные ключи. Где их достать, честно, я не знаю. И Solace Unsigned Key я понял потому, что здесь как раз-таки губка Solace Unsigned. Итак, мы открываем проход на нижний уровень. Где уже можем видеть какие-то странные кактусы. Скелеты. Точнее, их бошки. И один главный кактус, который не бьется. Который мы также не можем разрушить. Так, давайте взрывайтесь, ребятки. Что-то здесь все оба становятся белыми. Да странно. Это, видимо, баги текстур. И что-то делая с этим бывшим уже кактусом, мы открываем себе проход вниз. Где, видимо, какую-то библиотеку. То, что с какими-то странными блоками. Здесь все очень странно. И Derpy. Derpy. Я уже говорил про Derpy и Derpy, это как раз-таки название мода. Derpy Squids. И в этой библиотеке тоже практически ничего нет интересного. Кроме как, если собрать книжные полки. На этом уровне тоже что-то странное. В общем, они отличаются только интерьером. Потому что мобы спавничьи здесь. Везде одинаковые. Потому что... Тут темнота. ПВП. Это что-то типа ПВП-арена. Она совещана. Но тут никого нету. Какой-то лесной уровень. Для того же ничего интересного. Итак, TNT здесь необычный. После того, как я на него нажимаю про внука мыши, появляется Скуди Хабскинс босс. Ага, это босс. Босс. Под водой. И его способность. Взрывы. Мы его бьем. Он взрывается. Бьем. Взрывается. Ничего себе. Снова бьем. И он снова взрывается. И тут полно глины. Вроде как это случилось. Он дропнул опыт. И... 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 И все. Похоже, это даже не босс. Это... Какой-то промежуточный персонаж. Потому что он ничего интересного не дропнул. Снова что-то странное. Снова под водой. Какая-то редстоун схема. Видимо, она должна была работать. Если бы не вода, которая прыгнулась прямо сейчас сюда. Ну, какой-то таймер, что ли. Какие-то уже снежные просторы. Причем, что самое интересное. Тут все построено из обычных майнкратовских блоков. О, и похоже на новые мобы. Нет, это пауки. Видимо, у меня точно глючат текстуры. Деревянное, странное, золотое. Только, по-моему, это... Да, это не золотой блок. Это не настоящий золотой блок. Мы его разрушаем. Ого! И появляется сквид. Сквид необычный. Который дропает... Ничего себе золотые слитки. Из этих not quite so gold блок... Ничего нельзя сделать. На самом деле, это вообще просто текстура золотого блока. Можем использовать его для красоты. И все. При разрушении, кстати... Видите, появляются вот эти золотые сквиды. Причем этих данжев-то существует очень много. И... Это делает игру еще более интересной в этом данже. А вот сейчас я вам покажу действительно босса. Итак. Мы должны находить вот такие вот строения. Такие вот небольшие... Или даже большие... Но красивые, хорошо, точно. Точно красивые колизеи. Которым должны подойти... И поставить один очень знакомый нам блок. Вот этот. Голден блоков сквид нас. Прямо наверхушку. Чтобы призвать... Дерпаллус. Дерпаллолус. Сквид оверлорд. Лорд. Сквидов в этом мире. О! О! Он очень странный. И очень дерпи. Он вызывает взрывающихся сквидов. Из-за чего борьба с ним очень-очень сложная. Итак. Я сделаю звуки на... Вообще. На... 2%. Аааа... И еще он норовит... Аааа... Норовит упасть на голову. Насколько я понимаю, он очень страшный. Я его боюсь. Ааа... Так. И что происходит? Он... Он просто пуляет... Пуляет взрывающихся сквидов. Пожалуй, я перейду в креатив, пока я совсем не умер. И, в общем, вот такой вот босс. Сейчас посмотрим на его дропы А дроп у него точно хороший, это я знаю Ещё он хилит себе хп Это тоже стоит большое время работы с ним Вообще хп у него хилится довольно быстро Так что убить его тоже нужно быстро Каким-то зачарованным прямо мечом Потому что босс не из лёгких, я вам скажу Мы поднимаемся всё выше, нужно бы опускаться А то совсем до 956 уровня поднимемся Ещё неплохо бы взять лук Я возьму специальный лук, который здесь есть в этом моде Он бьёт сильнее Точно, скорее всего, босс не для одного игрока Ставьте этот мод скорее на сервер Качайте его, офигенный мод, мне вам понравился Правда он очень дерпи Но ничего И играйте с друзьями, убивайте этого босса Дроп у него хороший Вот он озверел, блин Когда у него хп становится меньше половины Он приобретет такую форму И бить его можно только с руки Вот ведь, вот ведь жалость Босс умирает Дропает несколько частичек большого опыта То есть вот таких больших частичек И также он дропает вместе с собой Вот такой вот Ultimate Derp Squid Blade Правда написано, что он не работает в этой версии мода Ну и сейчас мы, пожалуй, это проверим Проверим на каком-нибудь безобидном мобе Которого встретим здесь Но что-то пока никого нету Значит самое время заспавнить Других мобов, которые я вам ещё не показал Например Толкать его в сквид Разговорчивый сквид Ну вот Я его коснулся И он снова залез на голову Чё-то он бармочет, короче О, я его убил И он чё-то говорит Не казайтесь любых сквидов из этого мода Странный этот сквид Голден сквид Золотой сквид Мы его уже видели Он дропает как раз-таки золото И что-то, когда на него наступаешь Он не садится на тебя Тебе на голову Странные сквиды эти Сквид пик Свинья сквид Да Она пытается вас бить Видите, она нас бьёт Быстро я ещё Вот зараза Сквид зомби Который быстро убивается И дропает вот эту вот Роу каламари Которую, кстати, можно кушать Она всё половинку высналивает И даёт дыхание под водой Вот что самое интересное Оно даёт дыхание под водой Так что делайте каламари Кушайте Но будете получать, конечно, меньше сырости Но кого это волнует Вы будете дышать под водой Гост кермит Я даже не знаю, кто это такой Но он пьётся И дропает Кувшинки Майлд Эксплозив сквид Это тот же сквид, который взрывается Только он взрывается, по-моему, мощнее Квидмен, мы его видели Бэйби сквид Очень маленький сквид, который убивается Быстро И дропает чернильный мешок Естественно И вроде бы на этом всё Неужели? Я закончил обзор этого мода Мне он понравился Не знаю, как вам Но мне он понравился Довольно интересный выдавался мод Ну и, собственно, всё Подписывайтесь на канал Ставьте лайки А Скачивайте этот мод по ссылке из описания Ээээ Вы чё ко мне прилепливаетесь Просто так Не надо Ухожу я от вас Пока